Всем привет, с вами Grover. Это очередной выпуск Эхнодрома. Да, прошло уже черт знает сколько времени, но за это время я сделал очень много кучу разных проектов, и у меня один большой крупный проект, который идет, и мне пришлось как бы ради него бросить все. Сейчас у меня появилось время, и я решил замутить еще один проект, связанный с RGB сигналом, так как за видосом было понятно, что у нас RGB спитер. Выглядит он примерно вот таким вот образом. Как-то так. Как видно, я немножко понял ракурс своих съемок в связи с тем, что у меня на том месте, где я обычно снимал, стоит стол, и на нем просто всякого хлама валяется. Это как бы вот эти проекты, которые еще помимо всего я еще делаю. Делов просто до хрена. Ну да ладно. Сейчас я расскажу, покажу, что это за фигня, которую я уже показал, и что с ней делали, как она вообще работает. Поехали. Итак, вот в общем наша схема вся собрана. Не смотрим, что вокруг тут на столе творится, еще внизу, неважно, это не имеет никакого отношения. Да, я знаю, что у меня все разбросано, как я поменю и как. Что у нашей схемы? Это как блок питания. Это импульсный блок питания от DVD-шника. Не помню от какого, но короче DVD-шник уже мертвый, и вот только остался от него блок питания. Это блок питания вот данного нашего сплитера. Наш конвертор, ну этот апскейлер, конвертор, поиграем. То там чё, как говорит, не похуй. Он, главное, работает и это хорошо. Вот это выход с нашей приставки. Приставка у нас PS1. Это вот выход уже на телевизор. Чтобы еще показать то, что ввеститель не наебалово. То есть сейчас я вот возьму, так, ракурс у меня проебался. Сейчас я вот возьму, вот отключу. То есть вот этот излучатель включает за блок питания, его на включение. Правда он в кадр почему-то не попадает, но это не важно. То есть я отключаю, сигнал у нас пропадает. Включаем, а он у нас работает. Сейчас я покажу, что сигнал выходит и на конвертор. Пусть будет он так, который идет в карту захвата и, разумеется, на телевизор. Сейчас я вот отсоединю выпучку. И вот мы смотрим, что на телеке. Да, я захватываю телек, это жизнь. То, что у нас, ну картинка такая же. Как мы видим, немножко задержка есть именно на нашем конверторе. Также, в данном случае с RGB всегда он требуется еще дополнительное ивановое питание. Это 5 вольт. Это так, как скажем, просто чтобы запустить его коммутацию, что ли. Без дополнительных квадратных 5 вольт, просто он запускает его не в режиме RGB, а в режиме просто композитов. И как бы вот если посмотреть, то есть вот у нас здесь вот на выходе есть вот такой вот резистор и вот этот еще провода. То есть приправится на контакты. Именно 5 вольтовка. Вот этот провод 5 вольт идет. Также вот этот провод тоже идет 5 вольтовый. Он у нас впаян. Там на плату можно было взять 5 вольт прямо отсюда, с этого выхода. Но тогда мы как бы напрягаем приставку этими 5 вольтами. Поэтому я решил просто взять эти 5 вольт именно с данного блока питания. Которому по большому счету пофигу. Он даже не замечает, можно сказать, эту схему. Ему хватает ионы мощности для нашей работы. Сейчас как бы как уже показал Иоанну то, что если его отключаешь, он у нас все гасит. И также можно проверить отключением одного из выходов. То есть мы сейчас отключим телик. То есть зачем это? То есть у нас как бы если мы скрутим просто провода. То есть возьмем отсюда прямо выход сюда и выход на телевизор. То есть картинка у нас станет темнее, хуже, куча померк. То есть это как бы потеря сигнала образуется. Потому что на два фронта сразу пашет он. То есть это с композитом. Когда я давно начинал только стримить именно с приставки. Я использовал именно такую схему пассивного раздвоения сигнала. То есть у меня картинка была темнее, хуже. Ну и в общем плохо все было. Потому что потом я использовал активный сплитер именно композитный. Сейчас мы делаем уже активный сплитер RGB. Вот сейчас вот я просто отключу данный выход. И мы посмотрим, что картинка у нас ни хера не поменяется. А как у нас есть, так и остается. И это круто. И так по схеме. То есть вот наша печатка. То есть как мы видим здесь куча транзисторов. 8 штук. Кренка. Ну и конденсаторы. Ну и куча резисторов. То есть схема взята была вот эта. То есть это схема VGA сплитера. То есть здесь у нас присутствует куча транзисторов. Как мы увидели в печатке. Это короче схема с общим коллектором. То есть она не шибко чтобы усиливать сигнал. Она усиливает сигнал по току. Но не по напряжению. И как бы ее низкое выходное сопротивление получается. Насколько я помню уже. То есть как мы видим каждый из наших сигналов. Там Red Green Bull. То есть и тут вертикально. И там горизонтальной синхронизации. И как бы бросаются с них резисторы. На 75 Ом на корпус. Вот. И потом. И отсюда же также подается на базу транзистора. И уже с эмиттера у нас выходит сигнал. Но нам еще нужно запитать транзистор. То есть мы еще помимо того. Прием 5 вольтовку. Пускаем через резистор 10 Ом. И подаем на тот же эмиттер. Как бы почему у меня если видели. Куча еще конденсаторов тыпая на разъеме. То есть я здесь еще пустил разделительный конденсатор. Так бы. Как бы так. Чтобы постоянка не прошла на выход. Ну там. В телевизоре и в этой фигне все равно есть такой же разделительный конденсатор. Ну на всякий який в общем. И что я сделал то. Я просто выкинул одну из синхронизаций. То есть в данном случае я выкинул вертикальную синхронизацию. Я ее вообще выкинул. Выкинул ее на резистор. Выкинул ее на транзисторы. И в результате у нас получился типа сплиттер RGB. Потому что у нас только одна синхронизация композитная. И поэтому нам как бы не пофигу. Вот. Почему именно так я поступил. Ты просто логично рассуждаешь. Любой из этих выходов. То есть пофигу что у нас полезный именно сигнал. Там красный или там зеленый или голубой. И также синхронизация работает по дому и тому же режиму. То есть она также проходит через этот транзистор. То есть разницы вообще нет никакой. Поэтому я думаю. А что бы не попробовать просто выкинуть данную. Ну вообще просто пустить не через какую-то там вертикальную. Или горизонтальную синхронизацию. А просто пустить композитную через этот же транзистор. Что поменяется то. То есть оно должно также работать. Ну и как мы убедились. Оно и так и работает. То есть это конечно такая бич схема. Все таки она такая вот. Ну вот такая вот эта схема. Ну есть у меня вариантик получше. Но там надо позаморочиться. Поэтому пока обходимся такой. Я еще не уверен что я буду собирать ту схему. Потому что в принципе это отрабатывает нормально. И вот у нас как бы вот он весь выход. То есть почему здесь я еще добавил вот эту 5 вольтовку. Мы подаем сюда наши например там 12 или что-то вольт. И чтобы у нас был четкий 5 вольт. Ну чтобы без всяких таких проблем. То есть с запиткой. Но у нас так получилось что транзисторов вроде бы много. Ну вроде бы и не так уж и много. Но есть. Блин хрен как это греется зараза. То есть прожорливость данной схемы хороша. Так скажем. Вот. И как мы видим здесь я все распавил на проводах. То есть все выглядело очень печально. Ну в общем вот она вся вот эта схема. То есть ничего сверх естественного. А почему я вообще загнался схемой сделать именно сплитер ГГБ. А не просто его купить. Хотя они и продаются. Да потому что они стоят конских денег. Стоят что-то в районе там 10 штук. Я такой. Да вы офигели. Нахрена это надо то. То есть вот схема стоимостью 100 рублей. И все работает. Только немножко приложить руки и все получится. Надеюсь вам всем понравился данный видосик. Может в будущем еще что-нибудь замучу. У меня уже есть наброски. На что сделать. А так в общем все. Всем спасибо. Всем пока. С вами был Гровер. Подписывайтесь. Ставьте лайки. И до новых встреч. Заебись сука. Уже питаловский провод толщиной с километр. Блять отвалился. Падла. Вот как можно снимать видосы. Когда такая вот хуйня. Постоянно что-то отваливается. Блять. Ну вот это же пиздец. Даже вот в рамках вот этого. Прототипной вот этой хрени. Ну и прототипной бета-версии. И так скажем прототипки. Да блять. И все сука отваливается. Это же какой-то пиздос. Надоело. Позал. Позал. Позал.